Произведения палехской лаковой миниатюры защитят от подделок. На заседании Совета по культуре в правительстве региона презентовали уникальное лазерное оборудование, которое позволяет идентифицировать и защищать подлинные изделия народного промысла. Защита от контрафакта одна из наиболее острых проблем, которая уже давно стоит перед палехскими мастерами. Огромное количество подделок под палех и под холлы, которые заполонили всю нашу страну и вообще весь мир. Я никогда не забуду, когда я приехал на озеро Байкал и остановился в гостинице прямо на озере, и там магазинчик сувениров, довольно приличный большой магазин. Меня поразило то, что там подделки под палех были ну такого низкого качества, что мне кажется, что это просто какие-то были просто наклеенные какие-то картинки на коробочке и залиты сверху лаком. Санкт-Петербургская компания разработала специальную программу защиты от пиратства. В ее основе – нано-баркод. Подделка такой технологии пиратам обойдется дороже, чем любое изделие лаковой миниатюры. Почему нано-баркод? Мы назвали нашу систему защитой именно так, потому что в основе системы положено использование уникального разработанного нами нового матричного двухмерного кода, который на сегодняшний день мы с полной уверенностью заявляем невозможно расшифровать. Нано-баркод похож на коды, какими обычно защищают кредитные карты, только степень надежности значительно выше. Кроме того, в чип можно зашифровать любую информацию, в том числе аудио и видеофайлы. Плюсом к этому лазерная маркировка имеет небольшие размеры и не испортит внешний вид произведения искусства. Художники предложили ввести два вида чипов. Один чип определяет высокохудожественные, то есть ставится на высокохудожественных произведениях, которые как раз определяет выставочный комитет Палехского отделения Союза художников. А это общественная организация, которая работает в интересах всего Палеха. Мы не коммерсанты. Есть другой, значит, чип, который определяет просто принадлежность к Палеху. Запустить процедуру чипирования планируется с 1 января следующего года. Для художников она будет бесплатной. Оборудование предполагается установить в Иванове и в Палехе. Оно будет передано от компании разработчика «Безвозмездно». В ближайшее время предстоит решить многочисленные организационные и правовые вопросы, в том числе принять областной закон, регламентирующий процедуру нанесения защитных кодов.